Друзья, с вами студия Рухаб, с вами Тексас и начинаются у нас квалификации в рамках Южной Америки со регион Доты и для вас данный регион в рамках транслятора Рухаба будут освещать, собственно, я и Джем. Джем работает на восьмом канале, два дня работаем мы вот группы параллельно, а после плей-офф мы будем в паре для вас освещать, так что надеюсь вы насладитесь нашей компанией. Ну что, у нас первый матч на первой линейке, это Infamous и Columbia Dota, у нас Перу против Колумбии, Колумбия, так сказать, новая страна в рамках Дота-сцены и они прошли через открытые квалификации. Но на самом-то деле, опен квалы в Южной Америке, это, так сказать, отдельный разговор, так как три команды получили слот в закрытые и получается семь команд прошли через опен квалы. Там даже есть две команды из Боливии. Вот, первая квала прошла команда из Боливии и вторая квала прошла команда из Боливии. Но, в принципе, об этом позже. Посмотрим, что там за коллективы. Текущий матч, текущий матч. Давайте поглядим, что же тут пикают в Южной Америке, особенно в Колумбии. Ну вот, если честно, я ни одного игрока раньше не видел с Колумбией. Вот я комментировал киски квалификации на мажор, и там колумбийцев не было. Там была одна команда из Португалии, наверное. Вроде как. И все. А остальные были либо бразильцы, либо перуанцы. Сейчас же вот Боливия, Бразилия, Перу. В общем, очень круто, по идее. В общем, Рубик, Трент, Легионка и Джиггернаут. В пике у Инфеймос, Никс, Джакира, Тролль у Колумбия, Дота. Знаете, на самом деле, вот так вот, по флагу. Возможно, даже это сборная страны. Кто знает. Ну и баны. Ну, баны, в принципе, весьма... Ну, стандартные. Не сказать, что прям что-то такое экстраординарное. В бан отправилась вот у нас Сталкер, Сэн Кинг, Курсар Азор, также Бристалбэк, Локверк, Антимаг и Шейкер. Ну, ладно, в принципе, вот бана Эмма. Редко, редко я вижу его в бане. Разве что в Китае, там... Аля, там отдать Бёрнингу Антимага. Не-не-не. Боже, упаси, это страшно. А так, в принципе, в бане... Ну... Редко, редко увидишь. Тинкер залетает для Колумбия, Дота. Ну что, Никс, Джекирос, Тролль, Тинкер. То бишь, оставили себе суппорта на Ласпик или же Хардленера. Возможно, такой Майнгеймс от Колумбийцев. Возможно, сейчас подразведут на какой-то бан своих оппонентов. В принципе, у Инфеймос... Легионка. Ну... Скорее всего, Хардлен. Джекернаут. Конечно, есть вариант с мидом, но как-то в мид его перестали брать. Так что, вероятнее всего, пойдет на Изилейн и Мидер. Остался для Инфеймос. Баня Шторма. Отличный бан, потому что все-таки Шторм, герой для ловли Тинкера, подходит отлично. На ура заходит. Ну и бан Омника. Бан Омника... На самом деле, даже непонятно. На позитиву Харды или Суппорта банили, но, скорее всего, Хардленера. Все-таки, вот, если брать... Получается... На Доту. Которая у нас, кстати, тоже стартует через пару часов. Там... Залетает Омник. В Харду, плюс залетает в Харду Абадон частенько. Ну, это, в принципе, как с Майку. Все вопросы. Он любитель Абадона в Харде. Да, формат матчей Best of 1. Так что, вот, в плане ставочек это весьма рискованно, знаете ли, ставить на формат матчей BO1. Потому что, может быть, всякое. Может, и Колумбийцы развалят, кто знает. Коэффициенты, в принципе, я сейчас не смотрел, если честно. Но на сайте GGBets вы можете чекнуть и, собственно, там и поставить. Doom залетает последним героем. Кстати, пока мне все еще непонятно, какая будет позиция. Потому что, вот, Никс может пойти в Харду и Doom может пойти в Харду. И, собственно, эти два героя могут быть суппортами четвертой позиции. Ну, посмотрим. Ну что, last pick для перуанцев Infamous. Кого же возьмут? Ну, кстати, вот по поводу немножко офф-топа. По поводу предикшенов. Ну, пожалуй, покажу, покажу, ладно. Так уж и быть. По поводу предикшенов. Получается, у нас регион Южной Америки. Ну, я верю в SG Sports. Но, в целом-то, вот, один слот имеется. Я вот верил в Infamous, если честно, во время прошлых квал. Но они дошли до плей-оффа без ошибок. Там было всего одно поражение у них. И по одному поражению было еще у двух команд. У SG и... Midas Club там были 7-4. По-моему. Ну, где-то такой еще там был. Четыре поражения и сколько-то там побед. Наверное, это 6. И когда еще одна команда была? Из Перу. Наверное, unknown. В общем, дошли от Infamous без ошибок до стадии плей-оффа. А потом 2-0, 2-0 и отлетели. Я вот... Немножко... Разочаровался в них. Смотрю, игроки... Частично те же. Вот Aisley точно был. Timado был. Но за всех не скажу, если еще. Потому что там... Решафлы могут быть прямо во время матча. Происходить... Да, да. Вспоминаю просто квалификации. У меня было 2 команды, которые... Дизбаннулись во время... По ходу групп. И одна команда, которая там... В последнем матче плей-оффа дизбаннулась. Вот первая команда, которая... У меня на трансляции. Состав распустила. И ливнули. Из игры. И потом состав распустили. Это была... Команда... Соколо де Лихо. Команда... Вроде как из Перу. В общем, название в переводе означает... Мешки для мусора. С испанского. Да. Как-то так. Ну что, веник. Ласт пик. Веник. 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 Ну, в целом неплохо. В целом пик мне нравится. Посмотрим на исполнение. Надеюсь, что дота будет веселая. Потому что вот в рамках... Киевских квал весьма... Весьма неплохо заходили матчи. Если честно. Потому что вот... Я там был на двух регионах. Был на Южной Америке. И на сей регионе. И в Азии мне нравится меньше. Ох, ничего себе. Ловла прапали. Неплохо. 2300. 26 уровень башни. Сильно-стильно. Ну что. Начинается игра. Начинается с паузы. И в принципе... Этим команды дают мне поставить ставочки. Так. Прервут ли хотя бы одну телепортацию до 10? Так-так-так-так-так-так. Ну, стану хватает? Я думаю, да. Общее число смертей к концу игры. Учитывая то, что это всего первый матч в рамках данного региона. Будут ли они там прям меситься, не на жизнь, а на смерть? И насколько сильны будут команды через OpenQual против Enfamous. Потому что все-таки Enfamous команда, ну, именитая отчасти. То есть мы видели даже во Франкфурде данный коллектив. Ну, точнее, данный тег. Там игроки не все-то, конечно, были. И кричалки. Отлично. Кстати, вот они меня ретвитнули в Твиттере. Так что, вот, знают, что мы их смотрим. И закидывают нам кричалки. Да, по фрагам. Ну, тяжело сказать. Я не знаю силы колубийцев. То есть, если отлетят в одни ворота, то, в принципе, 26-40. А если будет борьба, то можно, в принципе, эти два параметра поставить. То, что будет меньше 25, ну, как-то слабо верится. Ладно. Давайте 26-40. В смоках. Ну, тут тоже сложно. Давайте среднячок поставим 3-5. Да-да-да, спасибо. Команда, поставившая больше всего ворота к концу игры. Ну, в Infamous, поверю. Конечно, бразильцы хороши. Ой, бразильцы-колумбийцы, конечно же, хороши. Наверное. Но это не точно. Я не видел ни одного матча. Опен-квалы в данном регионе я, увы, не смотрел. Смотрел я за СНГ Европой и СЕ. Точнее, комментировал. Ладно. Патрул ладошки. Надеюсь, вставочки сработают. Да, у нас игра. Мало того, что началась пауза, так еще. И в начале поставили паузу. И как-то это некрасиво, некрасиво. А ну-ка, сейчас проверю команду. Ой, не то. Да. Все работает. Все отлично. Да, кстати, матчей сегодня у нас будет довольно-таки много. По-моему, 12 или 11 best-of-1 матчей. Так что доты... Ух. Просто мед в уши, в глаза и в любое отверстие, куда вы любите заливать себе мед, можно получить на этой трансляции. Надеюсь, будет весело. Верю в это. Верю. И надеюсь, что не будет пауз, потому что вот уже задержка 35 минут. То бишь, у нас матч уже, ну, в теории должен был так вот подходить к концу, либо к такому этапу наиболее интересному. У нас же пока стоит пауза. Похоже, в Колумбии интернет не активно. Кстати, ММР, давайте почекаем. 6222. Красивое число. Если поделить 6 на 2. Ну, конечно же, аниме, любители. Тут ничего удивительного. Эмпа. Эмпа надо. Не прогружает, не показывает. Учиха и Тачи. Крейкер. У нас получается играть на Тинкере. Куадрадо на Джекиросе. И Магур на Никсе. Магур. Что-то там, пожалуйста, сделай. 5400 ММР у Магура. Так, а кто у нас здесь? Здесь у нас... Давайте посмотрим. Полный никнейм, а то не видно. Супер Бенджаз. А, это Бенджаз же. Точняк. Играет на Веномансере. Мэтхилл играет на Рубике. Эйсель играет на Тренте. Тимадо на Джиггернауте. И Квинтека играет на Легионке, кстати. Да-да-да. Хватит, хватит кричать. Уэу. Кстати, отлично вот смотрится. Если честно, это логотип. Прям нравится. Нравится. Да, кстати, вот, пожалуйста, скиньте фидбэк по трансляции, картинке, звуку и так далее. Так как немножко тут функционал мой стандартный изменился. И, надеюсь, сейчас все работает хорошо. Ну что, варды там уже начинают расставлять команды. Поставили вардейский центр. Уже успели поставить центрю. Ну и опс поставили в эту позицию. Жил до конца, умер как герой. Жил до конца, умер как герой. Ну, похоже, ранних стычек мы не увидим. Вроде все весьма спокойно. Так что, руны заберут и по линиям разойдутся. Да, кстати, вот я хотел этот момент озвучить. Я вот думал, как будут дела происходить в рамках данного региона, так как мы помним, что делали команды во время мейджора в Франкфурте. То есть там постоянно вот эти насмешки и так далее. А тут еще и команды им добавили. Просто вот заорут весь чат, как по мне. Я, в принципе, так и думал, что они будут так поступать. Так что я не ошибся. Да, в итоге вот на топе у нас трипла от команды из Колумбии на триплу команды Инфеймос. В центре у нас противостояние между Тинкером и Джиггернаутом. Ну и снизу Дум против Легионки. Ну, самое интересное, будет здесь, понятное дело. Так что давайте смотреть и ждать возможного фрага. Ну, кстати, вот под фарм вроде бы какая-нибудь плохая. Здесь под копчу пока по эйселю. Трента немножко подразмяли. Но убить его будет пока проблематично. Кстати, вот снизу интересно, как там будет линия стояться. Вроде бы пока фармит здесь Легионка. Уже 8 на 1, 9 на 1. У Дума пока 4 крипа. И Дум себе съел Урсу. Есть, конечно, Клэп. Есть Аура на атаку. Но, пожалуй, есть Аура и получше. Для Думчанского. Разминают Джеки Роса. Пока его подрутали, подвязали. Там в те времена ФБ уже есть на Думе. Размен. Будет ли один топор остался. И по целью здесь Айсела. Эйсель выживает и не успелся подойти. Могурец под коп тем временем по Рубику. Рубика здесь тоже подразмяли. Но размена все-таки не смогли здесь сделать. Колумбийцы. И в итоге 2 фрага для команды Инфеймос. Учитывая то, что ФБ в соло сделала Легионка. Дум решил быкануть и... Не получилось. Не получилось. Ну. Пока фармить вроде бы неплохо здесь. Тин Кирос. Что, в принципе, не мудрено. Не так уж и сложно стоять против Джиггернаута. У Джиггернаута, в принципе, тоже все. Пока. Нормально. 11 на 5. Лишает ли фарма здесь вина манстера? 12 на 4. Ну, в целом нет. Учитывая то, что еще и фраг виданули. Тролль... Чуть-чуть отстает по Крепам. Так что пока Трепла себя не окупает. У команды... Колумбия Дота. Дота Кол. Ну, кстати, вот Кол. Комплексити. Я сначала увидел Кол. Думал, как так получилось. Почему Колы играют в Южной Америке. А потом понял... Когда прочекал, понял, что это не они. Да, тем временем фраг был пропущен. Благополучно как-то подставился здесь Джиггернаут и погибает в соло от Тим Кироса. Так, сейчас нужно, пожалуй, заиметь себе средство связи на всякий случай. Так, сейчас, секундочку. Отлично. Ну что? Будут ли еще какие-то там действия предпринимать? Смоки прожать? Или что-нибудь еще? Или просто стоять и пытаться подразмять вина мансера? Ну, у Веника пока все хорошо. То есть, три Крипстата находятся в топе. У команды Infamous и из команды Колумбийца всего один герой там обитает. Это Тинкер. Хотя он еще сделал соло фраг, то что стало неплохо, но Тинкера там при этом в центре убивают. Ну, отлично. Фраг залетает. Уже третий для команды Infamous на топе. Попытка убить вина мансера. Свет потух на карте. И подкоп пока кастуется от Никса. Подкопся решили тут фокус атаки свой изменить и убить Тренту. Отлично. Все сделали. Трент в итоге в таверне. Есть здесь Рубик. Размят вина мансер. Есть катериказ по троллю. Тролля откинули. Но Долбрест залетает тем временем по венику и не будет здесь агрессировать Infamous. Все-таки тролль здесь переживет. Но при этом у него хила не осталось, но уже пятая минута, так что шрайн заряжен. И может быть пойти и испить из него. Да, и попутно решил подформить немножко здесь крипов. Ну да, теперь линия снизу снова погибает. Еще через дуэль. Дум. Как-то подзаливает линию, если честно. Такие две соло смерти. Первая на ФБ, вторая дуэль. Прям весьма плачевно получается. Нельзя так. Нельзя так стоять. Легкую линию, когда тебе отдали просто вот стой один на один фарми и потом ты у нас будешь таким подфарленным думом, будешь нам помогать с артефактами и так далее. А он уже два раза нафидил. Такие весьма серьезные смерти от него залетели. Подкоп. Эх, мимо. Мажет все-таки здесь по бенджазу. Магур. Не получилось у него подкопать. Ну, 2-4 пока, 6 минута. Вроде все более-менее равно. Есть морщи. Тем временем от Тинкера есть. Отзыв помчался за ним. Здесь Квинтека. Но уж слишком далеко отступил уже. Здесь Тинкерос. Решил подобудить Боттл и попутно выпить Шрайн. Ну, поставят вард пока здесь Рубанчик. к Никс. Возможно, сейчас его встретят. Ну, по крайней мере, Кларитос бить уже было бы неплохо. Здесь 5 ММСа хватает при движении. А нет, не хватает. Все-таки Винлейс имеется на 5 больше у Рубика. Так что все-таки он за елкой подразмансил. Решили немножко подфармить здесь подстаки через пул крипов. Решать немножко здесь. Фарма Виномальсера. Есть гель тем временем. Кстати, гель пока первого левела. Раскачет такая 1-2-2. У Бенджаза его разминают. Ему весьма неприятно. И есть карапасы. Но он уже ушел на хайграунде. Сейчас по Магуру. Магура. Откинули Магура. Ничего не меньше, кроме 8 стиков. Есть топоры здесь. Тем временем тролля. Тролль достает топора. Все-таки здесь до Бенджаза. Бенджаз. Два удара осталось. Бенджаз по команде сидит. Бенджаз. Топоры пошли. Отлично. Это минус на Виномальсере. Это третий фраг для команды. Но при этом. При этом файт здесь не заканчивается. Снова погибает Дум. Как-то он любит победить Соло. На этот раз, кажется, не Легионке. Отдался Джиггернауту. Ну а здесь дуэль для Легионки. И погибает Джекерос. Ну таки 37. Уже 9 фрагов сделано на первой карте сегодняшнего игрового дня в рамках Южной Америки. Ну, игра получается весьма интересная. Давайте посмотрим на состояние по Нетворсам. 4000 у Легионки, 3300 у Джиггернаута, 2800 у Тинкера и 2800 у Бенджаза. Ну, пока Infamous оправдывают, так сказать, свой стэк, свой инвайт. И вроде бы справляются с командой из Open квалификации. Дуэль отлично развалили. Поворот не туда. Сюда втроем зашли, ворты поставили. Еще и фраг сверху заработали. Неплохо получилось. У команды Infamous. Команды из Перу. Кстати, почти Мидас уже готовы в Легионке. Очень хороший старт здесь у Квинтека. Решил он начать свой билд именно с покупки там не блинка, там быстрого Блэйдмейла, а купить себе сразу Мидасик. Почему бы и нет? Уже левел 9, кстати, у него. К 10-й минуте. Солидный показатель. При том, что вот 9-й также у Джиггернаута. Ну, разве что Тинкер. Имеет чуточку больше. У него 10-й. Но команда его все-таки попросила по левелам от своих оппонентов. Фейзы готовы уже у Дума. 4К преимущества, кстати, за командой Infamous к 10-й минуте по экспириту 2000. Ну, весьма. Весьма неплохо. Неплохая сумма. Посмотрим, как будут играть колумбийцы. Потому что, ну, казалось, там имеется Дум. То есть купить себе там какие-то ауры. Он решил купить себе здесь худ. Тем не менее поймали в дуэле здесь тролля. Тролль в таверну. Но не чуж дуэль. Ну, хотя бы так. Хоть какой-то плюс здесь для Колумбия Дота. И смещение от Магура в инвизе. Выезжает он за Рубиком. Хотя решили здесь все-таки убить легионку. Есть под копах! Ну, что ж так ты. Промал под копом. Но, благо, здесь имеется Тинкер, есть ракеты. И попытка Даная? Нет. Даная. Увы, не будет, так как есть Шоквейв здесь у Дума. За Дума прямиком в Рубена. Рубенчик, выедай пока Шрайн. Есть Телекин С. Будет, в принципе, у него тоже ворону Шоквейв. И Шоквейв он откинул, но уже посмертно. Так как Дум погибает против джигернаута, у которого был дабл дэмэдж. И вот он, десятый фраг для команды Инфеймос. А что по артефактам у Тинкера? Травола уже готовы. Ну, весьма неплохой показатель. И уже сейчас будет куплен Солринг. Ну, у Тинкера все хорошо. Там у него и левел хороший, и по Нетворцу он там от джаги не просел особо. Да, там у джаги как бы уже опять 200-300, но у него 4 фрага, потому что у Тинкера всего один. И один ассист. С Макуилска от команды Инфеймос все-таки Блиндаггер покупает легионка. Решил в Мидас не выходить. И, возможно, сейчас будет врыв прямиком под вышку. Хотя это будет весьма рискованно. Да еще и в морщи нырять явно не стоит. Никс в инвизе снова на топе, но на центре стоит его, там подбайчивает. Тем временем убили Тинкера в центре. Да, убили, похоже, его через дуэль. Да, 40 урона уже у легионки, но при этом подбайч. Сработает ли? Да, есть танчик. Гель залетает мимо. Промазать гель немножко сложно, но Бинджас с этим справился. Бывает. А там погоня продолжается. Зацепились от Джеки Роса, и он погибает. У Рубика есть ворованный лазер левела 3. Весьма неплохой бёрст дэмэдж. Еще и миссы. 240 урона может вписать. 4-12, и Инфеймос пока разваливает своих оппонентов. Все очень и очень уверенно. Топ-3 на творца за ними. И вот уже Тинкер не находится в топ-3. Хоть какой это был лучшей надежды у колумбийцев. Врывы, легионка, дуэль. Отлично. Очень больно. Просто один трек ворвался, есть тан, но, увы. Рядом оказывается здесь еще Рубенщик, есть подкопчик. Но, даже если сейчас видонет стрик, точнее, там даже стрика нет. Даже если он умрет, то это не страшно, потому что у него уже 50 урона на 14 минуте. Очень, очень много он здесь себе подзаработал. Ну-ка, все, в Джаге уже вот есть два Блэйда в Лакрите. И, понятное дело, фармит он себе диффуза. Да, это просто нечто. Готов куту, дума. Ну, пока дум тебя с легкой линии не реализует. Четыре смерти. Дартфор какие-то имеются. Есть врыв с дуэли на Джеки Роса. Джеки Роса убит до дуэли. Да, отлично. Еще порция урона для легионки. Уже 60 у нее есть. Да, уже 64, так как вкачал себе левел 2 в плане ультимейта. Попытка какие-то смок вылазок от команды из Колумбии. Джеки Роса купился. У него левел 7. Кстати, айспас меня не качал еще. Решил играть через дуэл брэс. Или даже ликфайни про макс. Там на томик, кстати, нападение пошло на бинджа за бинджа. Получается, здесь танн. Ну, очень толстый. Да, там рейдропы спасали. И уже есть у него слойокрест. Но этого не хватило, чтобы пережить эту атаку от команды из Колумбии. Давай киты. Касатки, касатки. Звучат. Ну, 6-ка преимущество за командой Infamous. Преимущество растет. Но при этом огрызаются. Огрызаются немного колумбийцы. И решили убить Рошана. Infamous. Ну, в принципе, можно. Почему бы и нет. Да, Шан падает. Все-таки есть слойокрест. И это в разы ускоряет его убийство. При этом пошел на разведку товарищ на Легионе. Тут еще и смоки прожимают. Решили как-то подбайтить. Хитро сыграть. Посмотрим, что из этого получится. Заходят на Highground Infamous. И будут ли принимать бой здесь. Ну, смоки прожали. И все. Атаки не будет никакой. Ну, возможно, думали, что успеют по какому-то таймингу на Рошана зайти. Возможно, думали, что там ХП побольше осталось. Но поэтому прожали смоки. И никуда не выдвинулись. И просто отступили. Домой. Ну, и теперь Джиганал с диффузами, Айегисом и еще 2000 сверху. 9 стоны Творца уже. Кстати, Легионка готова к врыву с Блэйдмейлами. Но подцепить на этот раз не удалось. Готовлен даггер у Тинкера. Ну, посмотрим. Возможно, получится как-то линию расшатать. Посплитпушить. При этом Джекирос уже. На нижней линии подобрался к Тавору. Немножко его подзаплевал. Но здесь... Здесь все-таки... Магур за счетом пришел. Погиб тролль. Но благо АТП отменяет. Так как мог бы здесь тоже подфидонить. Ну, я не знаю. Легионка 78 урона. Это слишком много. Слишком много. В итоге уже 21 фраг сделан. Там Рубик такой уже. Весьма серьезные планы. На покупку Пайпа. И при этом у него уже есть. А Ринг оф Хэлл есть с Клоака. Сильно, сильно. Могуч Рубен. Не поспоришь. Ну что, роняет вышку. Боя давать не получается. Это предпоследняя внешняя вышка команды. В Колумбии. Магур в инвизии выходит. Тиммадо. Под Вардом. Да, конечно, Айс Паса подцепили. Но понимаешь, что цеплять смысла нет. Так как получат здесь очень-очень много урона. Так, пробивает Легионки. Убивают. В те время здесь бедного Дума. Дум погибает уже в пятый раз. Как-то Дума совсем не идет. Если он не слэш пробивает. Здесь Джекки Роса. Джекки Руталерн. Даблкил уже готов. Вот Тиммадо есть. Пока Блейд Фьюри здесь по троллю. Тролль погибает. Ну и Бойня. Бойня. Триплкил сделан. Четвертый погибает. Тимвайп. Не увидели. Но в любом случае минус 4 под базой. Это крайне-крайне опасно. Так, может игра закончится. В скором времени. Ну, хотя бы выбила Егис. Возможно, это пыл поумерит у Инфеймос. Хотя зная. Зная перуанцев. Я в этом очень-очень сильно сомневаюсь. Да, и сразу выезжают на подпуш в последней внешней вышке. Её, конечно же, они заберут без проблем. Никто им в этом не помешает. Надо подспамить откинулись. Пока макропирой. И есть временем Overgrowth. Пробивает здесь. Неплохо так не куца. Никс погибает. Тренд получает себе Doom. Ну, трендам уже будет подсейвить, в принципе. Прессом там. Либо заденавить просто. Нет, Лего решила врываться. Лего полетела. Врыв с дуэли. Отлично. Но это победа в дуэли вообще без шансов. Плевок ещё такой от Бенджаза. Пингует. Не стиль моей фраги. Что ж ты делаешь? Я врывался. Я хотел его убить. В итоге 21 фраг для команды Инфеймос. Да, слишком. Пока всё слишком уверенно. Но это радует. Это радует, что нет, знаете, ошибочных каких-то игр, когда вот, казалось бы, команда фаворит играет против... Ну, аутсайдера, как ни крути. Команда Супенквала ещё из Колумбии. Нового региона, так сказать. Там какие-то были подфиды. И сложная игра. Нет, нет. Всё весьма уверенно. Врыв. Очередной дуэль. Победа. 120 урона у Льёнки. Дефуза. Надума. Айс пас. Все время на Джеки Налут. Он Джаггер успел кинуться. Омни слэшем. Есть фраг. Даблкил готов. Ну и отличные криты. Победа на Джеки Роусу. 388 урона. Ну и очередной минус. В итоге минус 3. Герои у Колумбийцев. И готовы. Готовы ломать Т3 вышку здесь. Инфеймос. При этом Тинька, конечно, хотел бы поспамливаться. Выход в спину от Никса. Но опасно. Ну, он сломал кота, как бы. Я сделяли. Я сломал кота. Окей. Но, как бы... Нет. Это не окей. Не стоило этого делать. Совсем не. Совсем не стоило. Ну и ломают. Ломают по итогу. Вторую сторону здесь инфеймос. И, похоже, близится конец игры. Попытки так отспамить. Вот морчи, макропира. Да, вроде бы пробили. Хоть как-то. Но там имеется хил, имеется урна. Там пайпуха и так далее. Тут будет даже два пайпа куплено, так как играют против Тинкера. И понимают, что нужно себе покупать. Радуют. И командные артефакты хорошие. Сло-кресты, там... Сло-кресты... У, точнее, сло-кресты, урны, пайпы против Тинкера. Так-так, где Легионка? Это отважный товарищ. Я думаю, уже готов ворваться. Но он улетел на базу, чтобы подрегенить маны и купить себе БКБшку. Но при этом не дрегенился, так что придется еще попутно испить из Шрайна. Ну, а тут засада от Трента. Вот он за блинком пробирается. В кражерской базе сносится еще и Вардецкий, и ГГ. Вот так вот прописывают Могур. Ну, решили, что хватит с них на этом. Решили последний бой не давать. И все. Вот она победа. Для команды Инфеймос. ТПшки не сбили. Увы, ах. Смоков тоже не было. Аня, было два. Эх, прогадал на один. Ну, да ладно. И в итоге Вардову поставили все-таки больше колумбийцев. Потому что Инфеймос просто давили своих оппонентов. Ну что, вот он и конец первой карты. Вторая карта будет уже очень...